МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картодром Маяк очередной раз принимает гонки всероссийского статуса. На трассу выходят пилоты классов Мини, Ракет, Ротекс Макс Юниор, Ротекс Макс и Интерконтиненталь С. Названия соревнований для каждого класса разные, хотя они проводятся в один гоночный уикенд. Пилоты класса Мини борются за приз «Золотая осень», который разыгрывается на картодроме Маяк уже третий год подряд. В этот раз соревнование Мини получило статус гонки поддержки седьмого этапа трофея РАФ и Кубка России. Юные гонщики получат эти призы первыми. Для остальных картингистов «Золотая осень» наступит только через две недели. По итогам предфинала первую линию стартового поля делят Егор Оруджев, номер второй, и самый младший представитель класса Владимир Атоев, номер седьмой. Атоев весь минувший сезон провел в классе микро, и для него это одна из первых гонок в Мини. Позади них стартует Виталий Потапов, номер девяносто восьмой, и Родион Брыльков, номер двадцать седьмой. По регламенту победителем становится пилот, выигравший финальный заезд, поэтому страсти на старте наколены до предела. Не пройдя ни одного полного круга, Оруджев, Атоев и Потапов выбывают из борьбы. К ним присоединяется и Артур Верижников. Теперь первым по трассе идет Тимофей Давыденко, номер семьдесят третий. Он полон решимости сделать подарок своему боссу, Дмитрию Кислицыну. У руководителя команды «Лада Спорт» день рождения. На второй позиции держится Даниэл Керапян, номер девяносто девятый. На третьем месте находится Родион Брыльков, номер двадцать семь. Родион успешно защищает свою позицию от атак Андрея Папеску, номер двадцать первый, Эдгара Фроленкова, номер одиннадцатый, и Никиты Сидорова, номер сорок первый. Сидоров – еще один дебютант класса, пришедший из микро. До подиума ему пока далеко. Так же, как и Никите Сидникову, чемпиону микро этого года. Сидников сходит, не поделив поворот с Максимом Столяровым. А Тимофей Давыденко уверенно выигрывает гонку, продолжая череду удачных выступлений команды «Лада Спорт». Второе и третье места также без изменений. Даниэл Керапян и Родион Брыльков добавили в свой актив призы «Золотой осени». В гонке «Ракет», согласно регламенту Кубка России, победителя также определяет позиция на финише финала, а не сумма очков в двух заездах. Бойцы, которые все помнят, по поводу толкания, пихания, не надо напоминать. С первой линии стартует Александр Зенкин, номер третий, и Степан Карасев, номер восьмой. Эти ребята встречаются не только на трассе, но и за ее пределами. В жизни они хорошие приятели, но эталоном для Карасева является другой гонщик. Самый лучший пилот ракеты – это Максим Зимин, вот именно по пилотажу. В своем успехе Степан не сомневается. Максим Зимин в гонке не участвует. Позади лидеров идет серьезная борьба за третье место. На него претендует Сергей Сироткин, номер двадцать первый, Даниил Квят, номер пятьдесят третий, и Артем Маркелов, номер четырнадцатый. А у Карасева сегодня получается абсолютно все. К тому же уходить от преследователей он научился еще в раннем детстве. В парк Культуры Горького там такой круг, по какому аккумуляторной машинке я в детстве, меня туда посадили, и там отвлеклись. Я наехала за ступеник, попросила меня снести. Родители там уже забивали, бегали, и нашли меня в середине парка, я там между аттракционом ездила. Сейчас Степан учится в гимназии и хорошо спевает не только по техническим, но и по гуманитарным предметам. Несмотря на это он планирует делать карьеру гонщика. Буду пробовать идти на чемпионский титул. Карасев первым видит клетчатый флаг и делает прекрасный подарок ко дню рождения своего отца. Вторым финиширует Александр Зенкин, Артем Маркелов третий. Когда самым напряженным моментом является обгон круговых, гонки становятся скучными. Но классу ракет это явно не грозит. Вряд ли Степан Карасев останется без достойных конкурентов с уходом из ракет Максима Зимина. В самый малочисленный класс Интерконтиненталь А-Юниор пришло подкрепление. Гонщики класса ракет Арсений Кузьминых, Юрий Строганов и Марк Приказчиков впервые пробуют свои силы в быстром международном классе. В решающем финале с полу стартует победитель первенства России Владислав Ступеньков, номер второй. Рядом с ним на старте Алексей Стовба, номер тридцать первый. Сюрпризом становится третья позиция Арсения Кузьминых и четвертая Юрия Строганова. Они оказываются впереди Кирилла Смирнова, номер четырнадцатый, и бронзового призера первенства Кристиана Фридриха, номер пятый. Обладатель серебряной медали завершившегося сезона Вадим Мещеряков уходит в бой с последнего места. Он наказан за грубую езду в первом финале. Арсений Кузьминых ничуть не уступает Алексею Стовба, а Юрий Строганов какое-то время удерживает за собой Вадима Мещерякова. Возможно, Владислав Ступеньков, считая, что основной его соперник далеко, расслабился и едет не в полную силу. Но гонка в Интер-А Юниор длинная, 20 кругов, и к концу заезда Мещеряков добирается до Ступенькова, и у них начинается привычная уже жесткая борьба. Дальнейшие события были ожидаемыми. У Влада с Вадимом свои разборки, суть которых не всегда могут постичь даже организаторы. Результат? Ступеньков скатывается на четвертое место, а Мещеряков опять попадает под дисквалификацию. Выигрывает Кубок России Кристиан Фридрих. Кирилл Смирнов и Алексей Стовба занимают второе и третье места. Новички Арсений Кузьминых и Юрий Строганов очень неплохо провели дебютную гонку. Впереди них только четыре опытных пилота этого класса. В финале гонки класса Интерконтиненталь С старт дают дважды. Причина – заглохший мотор Александра Ульянова, номер пятый. После второй попытки лидерство сохраняет выигравший первый финал Павел Кабаков, номер двадцать первый. За ним едет Илья Дронов, номер девятый. Он неплохо стартовал, отыграв две позиции. Третий – Никита Густяшов, номер семьдесят четвертый. На четвертой позиции – Артем Комиссаров, номер седьмой. Дронов перемудрил с давлением в шинах и, перегрев резины, заставляет его сбросить скорость. Илья пропускает соперников одного за другим. Густяшов тоже начинает отставать. Тимофей Кабаков, номер пятьдесят пятый, напротив. Проиграл старт, но теперь наверстывает упущенное. Он вступает в борьбу с Комиссаровым, который из-за травмы ребер испытывает дискомфорт и не может дать Кабакову-младшему достойный отпор. Старший Кабаков уверенно лидирует в гонке, а через несколько кругов на вторую позицию выходит Тимофей. Тимофей на самом деле едет первую часть трассы чуть быстрее, чем я, а я чуть быстрее второй. И вот, соответственно, потом друг другу рассказываем, и вот так вот на самом деле достаточно много, намного быстрее едем. Братья так и финишируют по старшинству. Третьим становится Артем Комиссаров. Стоит отметить, что в отсутствии лидеров класса победа досталась Павлу Кабакову не слишком большой ценой. Но цели обладатель Кубка России ставит серьезные. В следующем году хочу побороться за чемпионство. Побеждает Павел пока нерегулярно, да и с учебой не все гладко. Последний экзамен прошлой сессии он сдал только на этой неделе. Может, все-таки стоит сократить список дел? Пилоты, добившиеся успехов в этом классе, отдают предпочтение только одному делу – гонкам. В классе Ротекс Макс Юниор проводится завершающий, седьмой этап трофея РАФ. Здесь победитель определяет сумму очков двух финалов. По итогам первого финала впереди Леонид Панфилов, номер девятый, из команды Транспринт. А второе место у Антона Юдина, номер сорок четвертый, представителя одноименной команды Юдин. На протяжении сезона Антон был в тени своего партнера по команде Григория Пахомова, номер тридцать четвертый. Тот и результаты выше показывал, и в паддоке был более заметен. К концу сезона Антон дозрел до серьезной борьбы. Раньше намешал, но я, наверное, сам еще не привык к этому новому классу, вот, и не понимал, как он ездит. После старта Юдин начинает преследовать Панфилова. А вот у лидера сезона, Филиппа Бузникова, номер шестьдесят пятый, стартовавшего со второго ряда, гонка не ладится. Он подпускает к себе Арнольда Демьяненко, номер пятнадцатый, который атакует его и проходит. Но неприятности на этом не заканчиваются. Бузникова обгоняют Павел Алешин, номер двенадцатый, и Григорий Пахомов, номер тридцать четвертый. Алешин, который идет вторым в общем зачете трофея РАФ, может отобрать у Филиппа победу по итогам сезона, а бороться есть за что. Поездка на гранд-финал «Ротекс-Макс» в Португалию того стоит. Тем временем Антон Юдин догоняет Леонида Панфилова. Гонщики команды Юдин сами настраивают свои машины и много времени проводят за анализом показаний мини-компьютера, установленного на руле карта и регистрирующего различные режимы работы мотора, время на круге и другую полезную информацию. По результатам анализа вносятся изменения в настройке. Ну, чаще всего там меняют жиклеры и звезды. Пока пилот сам не будет настраивать автомобиль и мотор, результата не будет. Судя по всему, Юдин и машину настроил хорошо, и сам настроился. Он проходит Леонида Панфилова и выигрывает гонку. Панфилов и Демьяненко получают призы завершающего этапа сезона за второе и третье места. А Бузников, хоть и финиширует позади Алешина, набирает столько же очков по итогам двух финалов и обеспечивает себе победу по итогам сезона. Вот так важны очки в гонках. А сегодняшний победитель как раз их и носит. Символично. Я уже 8 лет в очках, я еще это нормально мне. Во взрослом классе Ротекс Макс тоже проводится завершающий этап сезона. На кону гранд-финал. У лидеров Михаила Митрохина и Ильи Колодкина зачетных баллов поровну. А ближайшие конкуренты Николай Борисов, Евгений Краснов и Михаил Александров отстают на несколько очков. В такой ситуации Митрохин не только мобилизует все человеческие и технические резервы своей команды, но и призывает к помощи высшие силы. Вот он, его гоночный талисман. Что больше влияет на результат неизвестно, но Михаил показывает впечатляющую скорость на протяжении всего уикенда. Он выигрывает и квалификацию, и первый финал. Опытный питерский гонщик имеет в своем активе множество побед. Более 300 кубков уже. Родители дома есть в уголок такой специальной полочки, и там они стоят, красуются. Нет у него только главного приза «Ротекс Макс». Вот и старается. На первых кругах второго финала Колодкин пытается угнаться за Митрохиным, но ехать комфортно ему мешают полученные ранее травмы. В течение тренировок к этому этапу у меня болели ребра, и не мог полноценно готовиться. Пока Митрохин печатает быстрые круги, Илья Колодкин номер 14, Максим Соколов номер 98 и Евгений Краснов номер 95 сражаются за вторую позицию. Все три пилота сознают, что один необдуманный маневр может поставить крест на всей гонке и испортить статистику сезона. Поэтому едут корректно и рискованных действий не предпринимают. А в глубине пелетона идет более раскованная борьба. На завершающем этапе сезона суровую мужскую кампанию разбавляет представительница прекрасного пола. За рулем карта номер 73 – Надежда Митрошкина, пилотесса команды АМК ФСО. Надежда только адаптируется в новых условиях, но, несмотря на некоторые проблемы, показывает достойный дебюта 15-й результат. Для меня гонка была тяжелой, так как я давно не ездила весь сезон, очень устала. А Михаил Митрохин выигрывает, так и не дождавшись атак соперников. По сумме двух финалов вторым становится Максим Соколов, а третьим – Илья Колодкин. Лидер российского «Ротокса» даже после соревнований продолжает жить в гоночном ритме. Тороплюсь вот в судейскую будку, я не знаю. Что-то хотят посоветоваться, что-то, ну, так как впереди поездка в Португалию. Гранд-финал «Ротокс Моджо Макс Челлендж 2006», как официально называется это соревнование, уже совсем скоро. В классе «Ротокс Макс» Россию будут представлять Михаил Митрохин и Евгений Краснов. В «Ротокс Макс Юниор» Филипп Бузников и Павел Алешин. Пожелаем им удачи и хладнокровия. Там их ждут очень серьезные испытания. Смотрите в следующем выпуске программы «Картинг». Открытие картодрома в Ульяновске. Это внушительные призовые и тысячи болельщиков. Это выступление мэра города и поздравления от рок-звезд. Это Кубок Симбирска 2006. На сегодня это все. Удачи в поворотах. Напоминаем, что все сюжеты программы вы можете найти на нашем сайте. www.kartingdefiz.ru